Вот этот ни за что больничного не даст. На что Найтаки отвечает, еще как даст, если сверху положить красненькую. Красненькая была положена и через 2 часа Найтаки приносит им больничные листы, где написано, что молодые люди нуждаются в пользовании минеральными водами. Находясь на курортах Кавказских минеральных вод, прямо в санатории или уличном турбюро вашему вниманию будут предложены экскурсии по Северному Кавказу, различной стоимости и продолжительности. Но самыми популярными направлениями являются небольшие трипы по соседним курортам. В частности, я, находясь в Кисловодске, выбрал очень доступную по цене и ненапряжную поездку в соседний Пятигорск по Лермонтовским местам. Предложенная автобусная экскурсия очень удобна тем, кто живет на полном пансионе в санатории. Вас заберут после обеда и вернут обратно аккурат к ужину. Однако будьте готовы к тому, что такая экскурсия будет из разряда галопом по Европам. Три часа на город – это чрезвычайно мало. Лучше приехать сюда самостоятельно с утра, на такси или поезде, чтобы не спеша походить тут целый день и вдоволь насладиться городом-курортом Пятигорском с его достопримечательностями и парками. Еще очень важно выбрать солнечную погоду. Вот нам не повезло. Было пасмурно, а вершину горы Машук покрывала облачность. Город-курорт Пятигорск образован достаточно недавно, всего 200 лет назад, а точнее в 1830 году на месте военной крепости и разросшегося вокруг нее поселения Горячий Ключ. Пятигорск основали и отстраивали русские люди, отставные и военные. Проживавшие в этих местах черкесы, а так в царской России именовали всех лиц кавказской национальности, знали о целебной силе местных минеральных источников, но создать из этого цивилизованное место отдыха и лечения даже не пытались. Сегодня Пятигорск является центром по лечению болезней опорно-двигательного аппарата и невралгии различного генеза. На гору Машук можно подняться как пешком, так и по канатной дороге, открытой в 1971 году. Скорость вагончика достаточно быстрая – 30 км в час. На склонах горы Машук находятся карстовые пещеры, китайская беседка, скульптура «Орел», а на самом верху – телевышка. Все это мы не увидели. Жалко чуть-чуть. Ну что, в Кисловодске канатка не работает, хоть в Пятигорске прокатится, но опять-таки, увы, здесь на горе туман и самого города ни черта не видно. Немного видны были столбы, на которых размещены указатели городов с расстояниями до них. Каждый может приобрести указатель со своим городом и повесить его, а также сфоткаться на вершине. Вот уже с правой стороны начинаются домики, начало 19 века. Так как экскурсия называется по лермонтовским местам, вас обязательно должны завести в домик Лермонтова, где он провел два последних месяца своей жизни. Сюда же привезли тело убитого поэта. Откровенно говоря, в доме-музее смотреть особо нечего, но побывать все же стоит и не только, чтобы запилить фотку в Инстаграм, но и просто почувствовать быт двухсотлетней давности, сравнив условия проживания курортников тех лет с современными. Удивительно, но этот гостевой домик сохранил первозданный вид. Тут даже крыша камышовая, как и тогда. По скромной обстановке вы можете сделать вывод, что в то время скрашивать досуг курортникам приходилось, тусуясь и выпивая на различных вечеринках. Вот на одной из них в доме неподалеку и произошла ссора Лермонтова с другом детства Верзилина. Поэт не раз уже прилюдно высмеивал друга, причем при дамах. Итого это в конец достало. Прямо перед вами в посудном шкафу застекло старинное домоткарное полотенце. Это вышел геркодевиз дворянского рода. Лермонтов по-латыни «Судьба моя Иисус». Полотенцу более ста лет. Лермонтов был вызван на дуэль, хотя, говорят, при желании все можно было уладить миром. Но тем не менее 15 июля 1841 года дуэль состоялась. Так как Лермонтов был ниже ростом соперника, ему отвели место повыше. Как раз там, где сейчас стоит обелиск. Лермонтов любил Кавказ и не раз описывал его в своих произведениях. Так, один из эпизодов повести «Княжна Мэри» был связан с посещением местным обществом провала. Провал – это природная воронка в горе Машу глубиной 41 метр, на дне которого находится карстовое озеро минеральной воды. В 1858 году к озеру пробили тоннель длиной 58 метров и количество посетителей резко увеличилось. В озере стали принимать ванны, однако в наше время все огородили, чтобы народ не лез и ненароком не залился. Красивый бирюзовый цвет, наполняющий водоем минеральной воды, обусловлен высоким содержанием серы и присутствием в нем определенных бактерий. Температура воды от 26 до 42 градусов Цельсия. Сам провал находится в конце бульвара Гагарина, на котором расположены ряд санаториев. Ну вот кратко о Пятигорске. А ехать сюда или нет – решать вам.